Добрый вечер! Это программа После новостей. Сегодня мы не случайно пригласили нашего гостя, эксперта, врача-методиста краевого центра СПИД Руслану Маратовну Шешину. Добрый вечер! Добрый вечер! Поскольку по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно каждое 3-е воскресенье мая проводится День памяти умерших от СПИДа. И в этом 2023 году эта дата приходится на 21 мая. И в связи с этим будет ряд мероприятий, которых мы обязательно расскажем чуть позже, но для начала, ну так скажем, как мы уже договорились, пугать никого не будем. Мы вот в зону интереса. И все-таки будем говорить о том, что какие-то неочевидные будем говорить факты, потому что все-таки это не то заболевание, как правильно, кстати, классифицируется, это заболевание или вот как-то по-особенному называется. Да, это хроническое, неизлечимое, инфекционное заболевание. Но не смертельное, если верить той информации, о которой я мечтаю. С ним можно жить всю свою жизнь, если, конечно, все правильно делать. Ну, в общем, то, что это не болезнь наркоманов, в том числе вот ваша организация, как раз с этим мифом активно борется, и, в общем-то, какая-то часть населения уже вот эту информацию услышала и, возможно, даже поверила или нет все-таки? Да, потому что в последние годы только 19% из всех, кого мы выявляем, это люди, заразившиеся через употребление наркотиков. В основном это все-таки половой путь. Ну, я такую потрясающую информацию прочитала, что растет количество людей, у которых выявляет вирус ВИЧ. Это люди старшего возраста, можно сказать, пенсионного возраста. Так это или нет? Да. Ну, у нас самый, скажем так, пик выявления сейчас в городе Красноярске – это 24-49 лет. А следующий возраст идет уже 49-60. Вот так вот. Но тенденция к тому, что в первой категории количество заболевших чуть-чуть снижается или не так, а вторая… В молодом возрасте снижается, а в более старшем возрасте после 30-ти там, наоборот, увеличивается. То есть по этой теме молодежь, ну, если просто сказать, умнеет? Ну, скажем так, они знают пути профилактики, они их применяют. Вот так. А вообще, есть ли способы донесения вот в нашем современном обществе вот этой информации о том, как избежать заражения? Ну, конечно, конечно. Начнем-то со средств массовой информации, что периодически там это есть и в интернете, и телевидении, и радио это все освещает. Ну, хотелось бы больше, но, как говорится, сколько есть. Вот, потом организованные коллективы, рабочие коллективы, у них есть система там охраны труда, есть на крупных предприятиях медицинские службы, которые, конечно, тоже, ну, где-то больше, где-то меньше занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции, хотя бы плакаты висят. Если взять молодежь, то все образовательные учреждения однозначно в обязательном порядке, и даже мы там бываем не один раз, и у себя они это тоже все проводят. Вот, то есть какие категории у нас, ну, может быть, выпадают? Вот, это частный бизнес, я бы сказала, потому что, ну, как до него достучаться, кто до него дойдет? Вот, это они как-то сами по себе. Категория, наверное, пенсионеров больше, ну, про маленьких детей я не говорю. Вот, но, да, определенная часть населения, она вот немножко выпадает из этого информирования. Ну, в силу того, что вот те основные каналы, да, через которые мы там работаем, как вот профилактика, медицинские учреждения, я перечисляла, образовательные, социальные защиты, среди них тоже это как-то наблюдается. Вот, потом, кто еще, ну, рабочие коллективы. Ну, и кто здесь не задействован, те, конечно, эту информацию, может быть, где-то слышат, но для них она менее актуальна. И поэтому мы, когда работаем с людьми, мы видим, что вот с этой категории они более-менее грамотные, они, у них это все на слуху, они знают. А кто-то до сих пор живет информацией в 20-летней давности о том, что спит чума 20-го века, все умрут, и в основном наркоманы и лица, занимающиеся коммерческими услугами, вот, они только болеют. А у нас, нормальных людей, это не коснется. Это уже, я бы сказала, давно миф, который канул в лету. Сейчас ситуация совсем другая. Ну, мифы в любом случае нужно как-то развенчивать периодически. Вот так называемых уроков полового воспитания, насколько я понимаю, в школе до сих пор еще не ввели, и вообще тенденция, ну, вот, как бы больше замалчивать вот эти интимные вещи, которые, в общем-то, и о здоровье в том числе. У нас сейчас курс немного в другую сторону взят. Вот как сейчас? Я бы, знаете, так сказала. Эта тема была энное количество лет назад. Она и такая была очень, немножко даже скандальная, спекулятивная, да, половое воспитание в школе. И то, к чему все-таки пришли, о том, что должно быть воспитание как-то семейных отношений, ну, хотя бы, может быть, не воспитание в школе, сейчас как-то все это по-другому идет, но хотя бы информирование, информация о том, как это должно быть. И я считаю, что это должно быть так. То есть по-другому, вот как мы занимаемся профилактикой, у нас есть касательно полового пути ВВП. Вот три такие волшебные буквы, волшебных слов. И на первом месте стоит воздержание, а это все-таки эмбрально-нравственные ценности, там, человеческие какие-то, да, вот, вот, вот все. Потом верность, это тоже ценности определенные. И потом только средства контрацепции, то есть презерватив. Конкретно уже вот такая физиологическая защищенность. И я считаю, что вот именно в такой последовательности это должно быть. Опять же, зависит от возраста человека, от его поведения и от того, что он в жизни выбирает. Ну, не можешь ТВВП и ДИПВВ, да, вот так вот. Комбинируй. Да, комбинируй. Они разные, так скажем, средства защиты, и их все можно использовать. А что использует, каждый решает индивидуально. Вот такая сложная социальная тема по поводу детей. В целом число детей с ВИЧ-инфекцией, оно уменьшается или нет? Какая тенденция? Количество ВИЧ-инфицированных растет. Но сейчас мы говорим о такой некоторой стабилизации, потому что 2012 год, 2013 год, у нас каждый год плюс 25 процентов. Вот к ранее выявленным, то есть это много, это высокий был темп. А сейчас где-то полтора, 1,7. То есть, да, прирост небольшой, и мы стали больше обследовать. То есть это не говорит о том, что замалчивается эта проблема, и она где-то там копится. Нет, как бы мы о не знаем. Но сейчас такой акцент профилактики, скажем так, основное направление, это не просто зная информацию, применяя, защищая себя, и все будет с тобой в порядке. А совсем другой. У нас очень много ВИЧ-инфицированных, которые не знают свой ВИЧ-статус. То есть люди никогда в жизни не обследовались. Вот вам задам вопрос, вы когда последний раз обследовались на ВИЧ? Вот целенаправленно я даже не помню, но вот, может быть, какой-то глубокий такой анализ делали при определенных манипуляциях, когда лежала. Если это хирургия была какая-то, медицинская, да, могли. Но не по своей воле мне пришлось как бы это сделать, вот такого интереса, честно скажу, никогда не приняли. И большинство людей, они вот именно тогда и обследуются. Это, как говорится, не по своей воле. Мы в год во всем крае обследуем около 700 тысяч человек. И получается, дай бог, из них 10%, а я думаю, даже меньше, это будут те, которые целенаправленно приходят, понимая, что им надо сдать тест на ВИЧ, потому что как бы есть причина. Остальные тоже. У кого-то медосмотр, да, у кого-то госпитализация, еще какие-то моменты. А в основном все-таки нет. И вот сейчас профилактика, она построена на том, чтобы люди знали информацию о ВИЧ-инфекции. Для чего? Чтобы умели оценивать свои риски. У меня есть риск возможный, была ситуация, возможен риск заражения, и я пойду сдам тест на ВИЧ. А вот сдавать тест на ВИЧ, вот с точки зрения технологий, это обычный анализ взятия крови или как-то по-другому это выглядит? Вообще из вены, из пальца? Это кровь. Это может быть из пальца экспресс-тесты, это может быть из вены, ну, с лабораторным путем. Просто не надо путать, не всякий забор крови, это кровь на ВИЧ. Они есть биохимические анализы, общие анализы. У нас только в центре СПИД более двух тысяч анализов делается. И, конечно, один из них только ВИЧ, а остальные все другие. А люди считают, если не взяли пробирку или две, значит, там все. Обязательно делают на ВИЧ, потому что все этого, ну, боятся, по крайней мере, это как основа основ. Да, 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 да. А на самом деле на ВИЧ это специально отдельный анализ. А как-то к нему готовиться нужно, вот там воздерживаться от алкоголя, там, не жирное, сладкое? Нет, вот именно на этот анализ готовиться никак не надо. То есть ни натощак, ничего этого не нужно. И экспресс-тест, это обозначает, что можно сдать в центре СПИД или в любой другой поликлинике? Можно сдать в центре СПИД, экспресс-тест, то есть чтобы результат получить вот сразу. Или на наших мобильных пунктах. Они у нас в Красноярске, Ачинск-Минусин, где наши филиалы тоже это все существует. Ну а в поликлинике по месту жительства это все-таки обычный лабораторный анализ и надо будет ждать какое-то количество дней. А экспресс, да, пожалуйста, театральная площадь. Это еще такая хитрая, с позволения я назову, зараза, которая ведет еще какой-то продолжительный период, скрытный, да? Да, да, да. Несколько лет можно быть носителем, и в анализах это даже не будет появляться? Несколько лет можно, скажем так, жить с ВИЧ, не ощущать никаких проблем со здоровьем, быть заразным для других, но так как вроде как я чувствую себя хорошо, считать себя здоровым. Это вот один момент. А когда тесты не определяют наличие ВИЧ, период окна, это три месяца. У 20% населения до полугода. То есть всегда произошла опасная ситуация, надо ждать три месяца, а потом только сдать тест на ВИЧ, чтобы эту ситуацию прояснить. Если сразу идти сдавать, то тест касательно этой ситуации ничего не покажет, как будто бы ВИЧ нет. То есть, ну вот особенность, так скажем, реакции иммунитета. Как считаете, вот у нас же даже уголовная статья такая есть, нашла ее статья 122, это заражение ВИЧ-инфекцией, но это, видимо, когда человек сознательно ведет какой-то такой образ жизни, который способствует распространению ВИЧ. Как вы считаете, вот уголовное наказание каким-то образом может сдерживать рост? То есть, если человек, которого заразили ВИЧ-инфекцией половым путем, и этот человек подозревает, что это именно этот половой партнер, подаст, соответственно, в соответствующие органы, заявление напишет, то будет проводиться расследование, но надо понимать, что это, так скажем, очень непросто, потому что нужны доказательства. Доказательства – это следы биологической жидкости в телеорганизма, да, то есть доказательства, что были эти контакты. Доказательства – это анализ на ВИЧ до того, как человек попал в эту ситуацию, то есть, что он был здоров. То есть, нужно предусмотреть определенные моменты. Но уголовное ответственность существует, и за заведомое заражение, то есть, человек знал, что у него ВИЧ, он состоит на учете, во всяком случае, он официально где-то сдавал, и не предупредив своего партнера, он заразил ВИЧ-инфекцией. Да, это заведомое заражение. Или непреднамеренное. То есть, если человек сам не знал о том, что у него ВИЧ-инфекция, и вот так вот заразил. И получается так, мы выявили всего в крае уже где-то 50,5 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. И по нашим подсчетам, еще где-то такое же количество живет в крае, у них тоже ВИЧ, но они не обследованы, они не знают. Даже хотя бы раз в год каждый человек должен сдать. А у нас многие и этого даже не делают. И, соответственно, живут половой жизнью, заражают другого человека. И, в общем-то, ничего им предъявить невозможно, потому что они сами не знают. Поэтому для того, чтобы еще более снизить распространение ВИЧ, я считаю, что люди должны ответственно относиться к своему поведению. И как реакция – это обследоваться на ВИЧ-инфекцию, потому что это бесплатно у нас в стране для граждан Российской Федерации. Ну, бесплатно не только исследования, но и лечение последовательное. Да, лечение, наблюдение. Вот, кстати, хотела спросить, вот если, например, выявлен этот статус, кстати, вот готова какая-то психологическая поддержка, она существует для пациентов? Потому что, ну, принять этот диагноз достаточно непросто человеку. Там разные могут быть ситуации последовательных. Ну, это есть, конкретно у нас в спеццентре есть медицинские психологи, которые специально работают с теми, кому это необходимо. Вот. Есть вообще службы психологической поддержки, которые, ну, при разных структурах существуют. И, соответственно, они тоже, потому что это универсальные механизмы психологические, они тоже могут работать вот с этими пациентами. Есть группа взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ, и если есть такая потребность, естественно, мы тоже направляем, пожалуйста, и вам те люди, которые через это прошли, тоже об этом расскажут, как с этим жить. А вообще, вот как меняется образ жизни? Вот, например, если с диабетиками сравнить, то есть у них моментально должен поменяться рацион, образ жизни, там появляется зависимость от препаратов, от уколов, инсулиносодержащих. То есть как-то это сопоставимо? Как меняется жизнь, когда у тебя ВИЧ? Все зависит от того, какой образ жизни был до этого. Если человек вел, ну, так скажем, правильный такой здоровый образ жизни, у него все было упорядочено, ну, все-таки вот он заразился, то особо что-то менять ему не придется, потому что он и так как бы вел здоровый образ жизни. Что добавляется? А добавляется только терапия. А что это такое? Это противовирусные препараты, определенные, не те, что для всех в аптеке, не орбидол, естественно, которые надо принимать каждый день, обычно это утром, вечером, вот, и на протяжении всей жизни. Это дорогостоящие препараты? Они доступны? Вот каким образом? Они, ну, скажем так, производятся у нас в России, они доступны по ценнику, но они выдаются по рецепту бесплатно для людей, у которых ставится этот диагноз ВИЧ-инфекция. То есть каждый месяц даже, наверное, не надо ходить, некоторые рецепты раз в 60 дней выдаются, насколько я понимаю. Раз в квартал примерно так. Да, есть и такие. Ну, и давайте расскажем о том, какие все-таки будут мероприятия вот в эту неделю. То есть вы особенно активно будете рассказывать, пропагандировать здоровый образ жизни, и будет работать горячая линия. Вот номер, я попрошу показать наших режиссеров дополнительные, у кого вопросы возникнут, 226-8408. Это горячая линия будет работать с 8 утра до 5 вечера ежедневно на этой неделе, верно? Да. И будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования, причем в разных регионах, в разных районах города. Да, да. И первый у нас будет в среду в помещении Красного Креста, номера 7А. С улицы сразу видно, большая выставка, большая вывеска. И можно будет прийти и буквально в течение 10 минут узнать свой ВИЧ-статус. Все будет анонимно, и результат будет сообщаться только человеку, который пришел, собственно, узнать. И мобиль наш, то есть это пункт мобильный, специально оборудованная машина, будет стоять в районах Свердловский, Ленинский район. Места они будут у нас еще на сайте анонсироваться. И там будет проводиться квест, различные мероприятия. И, в общем-то, любой желающий может прийти в обозначенное время и сдать тест на ВИЧ также. Вот хочу лично такой вопрос задать. Вы сами верите в то, что просвещением подобного рода можно каким-то образом победить эту болезнь? Да. Здесь, знаете, я просто знаю, что это так, и главное, что это не затратно. Мы сколько лет уже подсчитывали, сколько стоит лечение ВИЧ-инфицированного в год, а сколько стоит регулярная такая профилактика, да, информирование. Я хочу сказать, что это разница в сотни. В сотни раз просто. И что здесь очень важно, человек, который услышит об этом, услышит даже много раз, он не заразится, вот что самое главное. Или, если заразится, он вовремя об этом узнает. И тогда это будет ранняя стадия, и тогда будет своевременное лечение, и он проживет долго и качественно. И плюс еще человек на терапии не заразен как половой партнер. То есть все действительно прекрасно. А если нет, то это, скажем так, затраты, ну, затраты, естественно, потому что бюджет же он несет эти затраты. И на препараты, и на медицинское обслуживание, и еще на многие вещи такого, я бы сказала, социального, личного, для кого-то и профессионального характера, потому что диагноз накладывает ограничения определенные в жизни, не во всякую профессию. Можно пойти, например, если есть ВИЧ-инфекция. Можно столкнуться с проблемами, стигмой, дискриминацией на рабочем месте и среди, как говорится, близких людей и не очень близких. Потому что люди боятся все-таки ВИЧ-инфицированных. Во-первых, заразиться, а во-вторых, это такая потеря социального статуса. Если у человека ВИЧ, как бы все равно подспудно какое-то мнение, что значит, у него что-то в жизни не в порядке. Или наркотики, или распущенный половой образ жизни. А это все равно накладывает мнение. Особенно среди людей старше 40 лет. Поэтому я считаю, что ВИЧ, это вот тот диагноз непростой, который еще и 30, и 20 лет назад, ну, такой вот стигмой уровень толерантности, скажем так, такой запрос давал. Так, собственно, это и сейчас остается. Ну, спасибо за то, что боретесь за наше здоровое общество. Шишина Руслана Маратовна, врач, методист Краевого центра СПИД, была у нас в эфире. Это была программа «После новостей». Я с вами прощаюсь. Всем удачи. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова